А я с радостью представляю Катерину Олейник, нашего эксперта за эко-косметики. Доброе утро, Катя. Доброе утро, Тимоша. Уже по полной пришла весна и началось активное солнышко. И у нас сегодня такая интересная тема, которая, я думаю, будет беспокоить многих наших телезрителей, как ухаживать за кожей лица в весенний период и, в частности, в тот период, когда начинается активное солнце. Ну, смотри, вот я бы хотела подчеркнуть особенностью ухода в весеннее время за лицом, то, что нужно использовать средства, в которых в составе есть солнцезащитный фактор, SPF, так называемый. Потому что при появлении первого солнышка у многих людей появляется проблема веснушек и других видов пигментации, поэтому нужно. Нужно ли как-то переходить с зимнего ухода, то есть что-то предварительно делать уже на весенний? Нет, абсолютно не нужно. В принципе, мы должны одинаково хорошо ухаживать за нашей кожей, как и в зимний период, весенний, летний, то есть вне зависимости от времени года. И зимой мы также тоже должны использовать немножечко тоже SPF в своих средствах. Это могут быть какие-то кремы для лица уходовые, какие-то тональные кремы, пудры и другие средства, которые могут, в принципе, состоять в себе SPF. В принципе, самыми главными базовыми, как всегда, правилами по уходу за лицом является первое – это качественное очищение. То, с чего мы начинаем. Да, потому что если мы плохо очистим нашу кожу, у нас будут забиваться поры, образовываться комедоны, появляться морщинки и много еще других неприятностей. И много других неприятностей, да. Поэтому нам нужно качественно очистить нашу кожу. Как же это правильно делать? Да, значит, смотри, я сегодня принесла мицеллярную воду и тоники. Расскажи нам, что это такое и с чем его едят. Да, мицеллярная вода, может быть, для кого-то покажется довольно-таки новым словом и новым средством, но на самом деле это средство уже закрепилось среди всех средств по уходу за лицом первой. В чем его особенность? Почему именно? У нее довольно-таки необычное название. Мицеллярная вода. Мицеллярная вода так называется, потому что в составе входит мицеллы, большое количество мицелл. У нас состоит. Что такое мицелла? Это микроскопические частицы, которые образуются благодаря определенной концентрации поверхностно-активных веществ, ПАВ, в воде. Они очень микроскопические, у них красивая текстура. Но несмотря на их размер, я так понимаю, они активно помогают очищать кожу. Они активно помогают очищать кожу. В чем особенность мицеллярной воды? Потому что мы очищаем кожу, смываем макияж даже самой стойки и водостойки при помощи просто ватного диска и мицеллярной воды. Вот это у нас мицеллярная вода. Нет, мицеллярная вода. Здесь она двух видов. У нас представлена для жирной и проблемной и для сухой чувствительной кожи. Хотелось бы отметить, что мицеллярную воду как раз-таки нужно использовать для людей, у кого чувствительная кожа лица, потому что она не сушит, не раздражает кожу. Изначально мицеллярка была придумана для людей, для облегчения симптомов и состояния у людей, страдающих термотитами разными, у детей. Поэтому очень такое полезное. Она имеет ли какой-то запах? Вот та, которая у нас представлена. Мы можем ее понюхать? В принципе, мицеллярная вода не имеет ни цвета, ни запаха. При добавлении каких-то там одушек, например, или травяных водичек, растительных экстрактов, конечно же, наша водичка приобретает какой-то травяной запах. Здесь у нас нет никаких синтетических и натуральных одушек. У нас здесь в составе только душистые воды, так называемые цветочные воды. Я хочу сказать, такой немножко молочный запах напоминает. Так, это у нас для жирной проблемной. Значит, здесь входит внимание... Приятный и свежий. Да, здесь цветочная вода лимона, имбиря и айвы. То есть, такой витаминизированный коктейль. Витаминизированный коктейль, который оказывает себорегулирующее действие, противовоспалительное. В общем, целый парень. А вторая у нас представлена для какой кожи? Это для сухой чувствительной. И их составы отличаются? Конечно, по активным компонентам, ну, естественно, по душистым цветочным водам, по растительным экстрактам. Там, допустим, если мицеллярный... Да, действительно, немного отличается. Да, ну, ты можешь, да, вот так вот будет немножечко. Но всё равно еле уловимый запах. Еле уловимый, но действительно чувствуется настоящий травяной аромат. Да. Ещё я знаю о том, что сегодня ты пришла к нам и с тоником. В чём же разница этих двух средств по уходу? Потому что многие утверждают о том, что это одно и то же. Да, смотри, начну с того, что вообще, как вообще использовать мицеллярку. Ну, а потом плавно перейдём к тоникам. Да, да, да. Значит, мицеллярная вода мы просто умываемся, вернее, смываем с помощью спонжика, ватного диска на лице. И потом, в принципе, нам не требуется дополнительно далее умываться. Но многие дерматологи всё-таки советуют после применения мицеллярной воды протереть кожу тоником для того, чтобы не оставалась плёнка, ну, ощущение плёнки на лице. То есть сначала мицеллярная, а потом тоник. Да, да, в принципе, можно использовать как и самостоятельное средство отдельно, но они замечательно дополняют друг друга. А вот тоник вообще у нас призван, чтобы сбалансировать PH, это как кислото-щелочной баланс на коже, подготовить нашу кожу для нанесения дальнейших уже средств косметических, ну, кодовых. То есть весь этот комплекс мы можем выполнять утром перед нанесением макияжа непосредственно? Я бы рекомендовала бы утром протирать кожу тоником, вечером уже мицеллярную воду и тоник. Ну, опять же таки можно. А что особенного в тонике такого? Чем он отличается от мицеллярной воды в целом? Да, смотри, у них в первую очередь разное предназначение, потому что многие люди думают, что это одно и то же. На самом деле они даже у нас немножечко по виду отличаются. Здесь у нас входит совсем чуточку поверхностно-активных веществ, и для того, чтобы как раз появились у нас эти мицеллы, чтобы у нас можно было очистить макияж на коже. И еще водоросваримое масло, виноградных косточек и... и виноградных косточек еще какой-то. Так, да. А, и макадамии. В общем, да, значит, в тонике у нас просто цветочные душистые воды и уже активные там компоненты. Допустим, для жирной кожи это сера, вот для сухой кожи это там пантенол, например. А можно ли пользоваться тоником для снятия, для демакияжа? Либо все-таки не стоит этого делать, потому что многие это практикуют. Можно, в принципе, тоником, но так как у нас это натуральная косметика, растительные компоненты, здесь, в принципе, нет такого компонента, который бы смывал бы. Но это то же самое, что мы будем смывать водой, например. Просто нанесем водичку на... То есть результаты такого манипулятора? Да, здесь как раз за счет соединения масла и вот этих поверхностно-активных веществ у нас вытягивается жир. То есть вот эти мицеллы как раз они к себе притягивают все наши загрязнения из кожи и так хорошо очищают нашу кожу и подотавливают жир. И самый главный вопрос. Именно эти средства мы можем использовать в период активного солнышка? Конечно, можем. В принципе, у них нет солнцезащитного фактора, но может быть есть какой-то минимальный, благодаря растительным экстрактам и водам, ну и душистым водам, которые есть в составе. Но, в принципе, я все-таки рекомендую людям всем использовать дополнительные средства. После того, как мы, допустим, утром очистили, уже тонизировали нашу кожу, мы можем смело наносить наш дневной крем. Конечно. То есть и наносить макияж. Да. Это предварительная подготовка к нанесению макияжа на весь день. Да, может быть, это так звучит очень долго и дни, но на самом деле это все, это такие необходимые, как называется сейчас, must-have. С сегодняшнего дня это тоник, в принципе, многие даже дерматологи советуют не умываться, потому что качество нашей воды не самое лучшее, просто протирать, ну и к этому просто нужно привыкнуть. Это дело привычки, наверное, но все-таки я советую. А не будет ли недостаточно очищена кожа, если пользоваться только тоником? Нет, я имею в виду утро, вместо водички мы просто умываемся, мы встаем и протираем нашу кожу тоником, то есть у нас тогда не будет сухости, потому что многих проблем утром встали, умылись и все, и появились покраснения, сразу требуют ухода. В принципе, мы можем как этот этап проскочить и вот просто приучить себя, чтобы умываться тоником. А дальше уже можем наносить уходовый крем и косметику. Ну что ж, большое спасибо тебе за такие действительно ценные советы. А для наших телеглядачей хотела бы напомнить, что у нашей студии была Катерина Олейник, справедливый эксперт с эко-косметикой.